доброго времени суток приветствую вас на канале personal experience в этом видео мы с вами будем готовить индейку на угольном гриле Weber для этого мы подготовили 4 килограммовую индейку из ингредиентов нам понадобится 80-100 грамм сливочного масла тимьян около 1 столовой ложки сушеный чеснок также 1 столовая ложка соль, перец, апельсин и 1 луковица из аксессуаров нам понадобится вот такая вот подставка для ребрышек у которой двойная функция то есть как видите в этом положении сюда можно будет положить нашу индейку чтобы можно было ее легко передвигать в таком положении можно использовать ее как подставку для ребрышек также нам понадобится ванночка Weber и термометр с щупами и так перед тем как начать весь процесс готовки нам нужно подготовить пряное масло я уже добавил сюда 2 чайные ложки соли добавляю еще чайную ложку перца думаю достаточно мы добавили сюда столовую ложку сушеного чеснока и столовую ложку сушеного тимьяна также нам понадобится приблизительно 2 столовые ложки цедры апельсина но мы должны будем делать это таким образом чтобы цедра состояла только из верхней то есть оранжевой кожицы и так вот видите полностью на 2 столовые ложки цедры нам понадобился 1 целый апельсин но нам он еще понадобится в будущем так что оставим его пока и вот добытую цедру мы добавляем в наше пряное масло и теперь нам надо просто размешать все это для однородной массы и так наше пряное масло готово теперь мы переходим к индейке и так у индейки мы удалили кончики крыльев также иногда удаляют шею и вот это место но так сказать в нашем случае мы оставим не дадим продукту пропадать сейчас что нам нужно сделать нам нужно аккуратно не повредив кожу отделить кожу от мяса то есть для этого мы можем использовать вот такую вот палочку для труднодоступных мест это нам надо будет сделать для того чтобы мы нанесем наше пряное масло между кожей и самой индейкой и так как вы видите полностью кожу отделил от тушки индейки сейчас мы будем с вами наносить пряное масло берем вот такими порциями и нам надо равномерно все это так сказать размазать внутри итак друзья как вы видите я равномерно нанес пряное масло под кожу индейки и также остаток аккуратно нанес сверху с нижней стороны теперь мы должны использовать данный апельсин остаток апельсина без цедры и вот эту луковицу для чего мы сейчас должны нарезать ее сделаем так на 4 дольки я думаю так будет достаточно и луковицу также сделаем на 4 дольки и мы поместим их в полость индейки это делается для ароматов никто этот апельсин и лук есть не будет просто во время готовки они придадут нашей индейке великолепный аромат апельсин возможно будет большой поэтому можно будет использовать только 2 дольки апельсина вот таким вот образом и поместим нашу индейку минимум на 2 часа в холодильник чтобы она хорошо промариновалась если у вас есть возможность подержать ее дольше это будет вообще прекрасно так друзья прошло 2,5 часа пришло время подготовить наш дриль сейчас мы его распакуем значит для подготовки индейки нам понадобится полный стартер угля я подготовил вот такие вот угольные брикеты сейчас мы загрузим полностью стартер и так видите мы наполнили полностью стартер углями угольными брикетами осталось разжечь для розжига мы используем 2 кубика средства для розжига от вебер от вебер просто установим сверху наш стартер я решил подкоптить нашу индейку и для этого буду использовать 1 из 6 лотков из этого набора вебер специально приготовленного в этом наборе 6 видов готовых брикетов с щепой различных деревьев каждый из них подходит для определенного вида мяса сзади есть таблица вот эта таблица сегодня мы будем использовать щепу яблока который видите подходит для приготовления рыбы курицы то есть птицы и свинины вот по этой таблице очень легко ориентироваться я сейчас вам покажу этот набор открывается вот так здесь есть инструкция и соответственно 6 лотков 6 лотков с указанием каждого вида щепы этот лоток нужно будет замочить на протяжении где-то получаса в воде ну что, ребята, как видите уже угли полностью разжены и я сейчас буду их рассыпать в лотки в процессе готовки нам нужен будет вот такой вот поддон вебер который мы установим между углей и наполним его водой и воду из чайника обычную воду в процессе готовки мы, возможно, будем добавлять воду еще вот так то есть воду можно не жалеть вот таким образом и теперь пришло время установить верхнюю решетку как вы видите мы установили верхнюю решетку сейчас мы закроем крышку и займемся нашей индейкой пока что мы оставим заслонки открытые верхние и нижние открытые чтобы достичь максимальной температуры гриля на данный момент наша красавица индейка устанавливаем ее там непосредственно посередине над нашим контейнером с водой таким вот образом чуть-чуть выпрямим криво стоит чуть-чуть ну в принципе это не принципиально вот таким вот образом да и сейчас мы установим закроем крышку и принесем наш термометр и установим нашу целевую температуру которую мы будем отслеживать при помощи нашего мобильного телефона так друзья наш айгриль установлен на гриле входим приложение начинаем готовить выбираем температуру на сейчас птица индейка целиком целевая температура 74 градуса нажимаем старт выбираем щуп начинаем готовить как видите сейчас данный момент вот на этом красном щупе 18 градусов он показывает сейчас температуру внешней среды целевая наша 74 градуса также есть на второй щуп который мы будем использовать также для снятия температуры и теперь айгриль нам будет помогать контролировать данный процесс приготовления он поможет нам контролировать данный процесс приготовления легче тихо таким вот образом мы можем закрыть и я сейчас посмотрю как там наш контейнер щипой для копчения наша замоченная щипа готова вот она уже в каком одноразовом контейнере и нам осталось просто установить ее поверх удлей так вот сюда прям вот так она даст очень хороший дым для копчения все заслонки отзакаем вот так наполовину и также и здесь чуть-чуть закроем вот так посередине все будем контролировать температуру температура нашей еды по этому термометру итак друзья как вы видите целевая температура достигнута я бы сказал даже она еще превышена то есть целевая температура была у нас 74 градуса но я решил ее немножко еще подождать как бы взять чуть позже вот это 82-83 градусов чтобы быть совершенно уверенным что наша индейка будет полностью готова чтобы не было там никаких розовых пятен внутри мяса итак давайте с вами вместе сейчас вскроем я заодно хотел бы с вами вместе сейчас протестировать свои новые перчатки от Weber вот эти силиконовые которые можно использовать во-первых при нарезании жирной такой сказать пищи но их нельзя использовать при открытом пламени так указывает производитель давайте сейчас тоже вместе с вами протестируем посмотрим что у нас получилось вот результат налицо наша индейка подкопченная я уверен что она полностью готова так перчатки уже на мне давайте снимем щупы итак друзья как вы видите наша индейка уже снята с гриля и вот что получилось как вы можете сами посмотреть результат сейчас мы ее нарежем насчет перчаток я хочу сказать да они помогают но как бы так сказать от тепла защищают не очень-то эффективно например там варежка которая допустим вот эта вот моя стандартная она более жароустойчива чем вот эти перчатки но как бы предназначение этих перчаток для нарезания жирных продуктов потом можно потом эти перчатки подмыть под строй воды а с варежкой такие процедуры не сделаешь итак перейдем к нашей индейке давайте мы проверим посмотрим что же у нас получилось видите очень хорошо прожарилось и вот давайте проверим вот это вот место тоже в индейке оно очень сложно прожаривается но как вы можете видеть здесь тоже все очень хорошо нет практически бятен крови и чего-то подобного тоже очень хорошо все прожарено так сейчас мы будем разделывать ее и подавать на стол давайте сделаем дегустацию небольшой кусочек поэтому отрежем себе супер и собченый вкус и вот вкус пряностей которые вот мы добавили вначале да это пряное масло как пак вот вода супер как пак классный рецепт супер надо смотри чуть-чуть не потекли ребят, хочу вам сказать если видео было вам полезным ставьте лайки, подписывайтесь на канал включите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео напишите комментарии, что вы готовили на новый год может быть у вас есть какие-то собственные рецепты индей очень будет интересно почитать а также самое главное, что я хочу поздравить вам на новом году это здоровья, успехов, исполнение всех ваших желаний всех планов на 2022 год а самое главное, берегите себя и своих близких до новых встреч